Приветствую вас! Вы сейчас не подумайте, пожалуйста, что я вас как-то принизить хочу, или что-то в этом роде. Просто странно немного слышать от человека, получившего высшее образование, да, а вы, судя по всему, его получили, раз вы были студенткой. И у вас появилось собственное жилье. Так вот, странно слышать от человека, получившего высшее образование, такое слово как жопа, там, да, да, и так далее. Не хочу сказать, что вы плохая или глупая или что-то еще, нет. Просто у этого есть свои причины. Они должны быть, эти причины. Понимаете, какая вторая? Вот. И я вот думаю, что, я вот думаю, что с этого, пожалуй, нужно начать. То есть, если вы развелись со своим мужем, да, потому что у вас родители такие, что контролируют вас, да, то есть, по-видимому, как бы они вам, они вам чересчур много всего позволяли, то есть, в, ну, в детстве, да, позволяли, но при этом контролировали. Вот. Или наоборот, держали в ежевых рукавицах как-то, вот, то есть, у того, что вы развелись со своим мужем, да, и у того, что мальчик не знает своего отца, а ведь он имеет на это право, и отец с ним видится, имеет право, а если он не видится с ним, то, соответственно, вы имеете право уже сами, алименты, да, ну, попробовать алиментов от, ну, от отца, вот, потому что это справедливо. То есть, здесь ваша позиция, она, конечно, для меня непонятна. Вот. Вот. И если отвечать на ваш вопрос, то ребёнок уже практически подросток, да, практически, вот. Соответственно, ему хочется чувствовать себя по-настоящему, ему хочется делать то, что он считает нужным. И это нормально, что он сейчас пытается избегать вашего контроля, потому что вы, по сути, повторяете свою модель, вы, своей модель воспитания, повторяете, я так подозреваю, модель воспитания своих родителей, либо анти-модель, скажем так. Вот. Я, конечно, не знаю здесь, все истории не знаю, конечно. Вот. Но, рискну предположить, что ситуация складывается именно так. Вот. Потому что, ну, то, что вы учите сына убирать, учите сына делать какие-то вещи, при том, что бабочка и дедушка воспитывали его совсем иначе. Вот. Говорит о том, что вы, да, и последующая его реакция. Говорят о том, что он не понимает, почему он должен это делать сам. То есть у него, по сути, не было в жизни, да, не было таких обстоятельств, когда он сталкивался с результатами своих поступков, с результатами своих действий и последствиями. И не было такого, чтобы он имел дело с ними, когда никто ему, например, не поможет, никто ему ничего за это не будет делать. Ну, вот, например, откуда у вас такая практика, что он должен убирать свою комнату. Вот. То есть, да, с одной стороны, конечно, правильно, что вы хотите, чтобы он убирал. Но, с другой стороны, ребенок сам должен этого хотеть. Если ребенок этого не делает, значит, скорее всего, у него есть на это причины. Ребенок не получает от этого удовольствия. Ребенок не считает, что он делает это для себя. Вот. А почему он не чувствует, что делает это для себя? По какой причине? А это по причине того, как вы до него донесли, значит, мотив и стимул делать то, что нужно. Понимаете, какая, какая ситуация? То есть, вы донесли ему, что это нужно вам, а не ему. Делает он это всё для вас. Понимаете? А не для себя. За котом ухаживает, убирает, стирает, там, что-то ещё делает. Всё это он делает для вас. Не для себя. Да. И всё это почему? Почему? Потому что вы на него можете сорваться, наругать, по попе дать, как вы говорите. Вот. А там, где есть насилие, там есть контроль. Там есть контроль, там есть безответственность. Поэтому вам, над причинами своих срывов, нужно работать отдельно. Равно как и над налаживанием своей личной жизни, которой у вас, как я понял, нет. После того, как вы развелись с отцом ребёнка, ну или расстались с ним. Вот. Вам нужно работать над причинами своих срывов, а вашему ребёнку нужно предоставить возможность сбить самим собой. То есть, это значит, что, если он не хочет чего-либо делать, пусть не делает. Если он хочет играть, например, в компьютер, пусть играет. Но в таком случае вы будете недовольны, вы будете расстроены, вы не будете его ругать, не будете его бить. Просто вы будете демонстрировать ему своё недовольство. Своё разочарование может быть, свою грусть. Вот как часто вы позволяете себе перед своим ребёнком быть грустным? Как часто вы разговариваете с ним по душам? Знаете ли вы о его переживаниях? О том, что он чувствует? О том, что он хочет? О чем мечтает? Насколько доверительные у вас отношения с ребёнком? Что-то мне подсказывает, что они недоверительные. Я, конечно, могу ошибаться, но вот. Но мне почему-то кажется, что ситуация именно такая. То есть, ситуация именно в том, что вы не выстроили с ребёнком доверительных отношений. Потому что, так же как и ваши родители, вы идёте по пути контроля, указывания ему, что делать. Ну и так далее и так далее. Вот. Кроме того, кроме того, мать не может заменить ребёнку отца. Вот. И, соответственно, мальчику нужен отец. Нужен мужчина. Нужен авторитет. Нужен кто-то, на кого он равнялся. Вот. Вот. И сейчас это дедушка, наверное. Потому что больше никого нет. Вот он и стремится к свободе. Так, как показывает ему дедушка. А если вы хотите, чтобы было по-другому, то что вы делаете для того, чтобы было по-другому? То есть, что вы делаете для того, чтобы у вас был мужчина, и чтобы мужчина нашёл общий язык с вашим ребёнком? Понимаете? Такая история. Ваш малыш не чувствует себя свободным. Он чувствует, что все от него чего-то хотят. Да? То есть, его мета это в стороны, в сторону. То тотальный контроль, то полная свобода. И то, и то плохо. Ответственности никакой не получается. Из-за этого у ребёнка. Вот. Поэтому он так себя ведёт. Это ребёнок, который не знает, что правильно, а что нет. Это ребёнок, который выбирает то, что легче. И не чувствует ответственности за то, что делает. А зачем? Ведь у него есть вы. Ну и я допускаю, что то, что вы срываетесь, и то, что вы можете наорать, ударить его по попе и так далее. Это свидетельствует ваших проблем. И ваши проблемы, они, конечно, дают знать о себе. Да? То есть, ребёнок, он чувствует проблемы родителей. Вот. Ребёнок, конечно, чувствует ваши проблемы, но проектирует их на себя, воспринимая их по-своему. Вот. Поэтому мне думается, что этот момент также нужно учитывать. Вот. И всё-таки постараться решить свои проблемы по началу, да? Ну, для начала хотя бы. Вот. Решить... Решить именно свою проблему. Вот. И уже, соответственно, потом, после этого, воспринимать ребёнка всё-таки именно как уже достаточно взрослого, самостоятельного человека, который сам прекрасно может справляться со своими трудностями, со своими какими-то задачами. Вот. При этом имея последствия определённые, конечно же. То есть, нужно сталкивать человека с последствиями того, что он делает. Вот это вот необходимо. А это вот, это то, чего у вас нет. Вот. Он ведь в вас нуждается. Вы, наверное, и сами понимаете, что он нуждастся у вас. Ну, так и всё. Это нуждаемость, она дастся себе знать. А ребёнок будет более подготовлен к последствиям. Или вы хотите, чтобы он во взрослой жизни оказался, не понимая того, что за любые действия следует платить. Вот. На мой взгляд, это очень важный момент. Вот. Ну и, конечно, здесь вы не задаёте какого-то определённого вопроса. Вы спрашиваете просто, как быть, как быть, чтобы что? Непонятно. Это такое ощущение, что вы не особо хотите ситуацию менять, просто вам не нравится, как ведёт себя ребёнок. Вы хотите, чтобы он вёл себя по-другому. Вот. Если так, то это, к сожалению, не самый лучший вариант, потому что... Знаете, вы хотите, чтобы ребёнок делал так, как вам нужно, но при этом не учитывается интерес к ребёнкам. Вот. Что касается дедочек и бабочек, то... Дело на самом деле не в этом. Да? То есть... Бабочки и дедочки, они ведут себя так, как хотят себя вести, да? То есть... Дело не в этом. Дедочки и бабочки просто дают ребёнку то, чего не даёте вы. Вот. Они дают ребёнку, возможно, какое-то общение, они дают ребёнку чувство, что он любим. А вы... Вы нет. Что-то сперва вы были студенткой. Вот. Потом, наверное, вы работали, вы работаете сейчас. Вот. Сколько времени вы вообще с ребёнком проводите? Гуляете ли вы с ним? Ходите куда-то? Развлекаетесь вот с ним сами. Знаете? Чтобы у вас случиться, нужен, нужен авторитет. А у вас авторитета нет. Зато есть, конечно, авторитет у дедочек и бабушек. Это нормально. Вот. Вот так можно вам ответить на ваш вопрос. Соответственно, я бы сейчас поразмыслил над тем, чтобы предоставить ребёнку возможность действовать так, как он хочет. Но при этом четко прописав последствия этого. Вот. И параллельно рассмотрел бы возможность налаживания личной жизни, а также, значит, увеличение совместного времяпровождения с ребёнком. Вот. Что является необходимостью и для него, и для вас. Значит, если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь вам. Если, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.